Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Щелковского района. Замену старых остановочных павильонов, ввод в оборот сельскохозяйственных земель, спил сухостойных деревьев и другие актуальные темы обсудили на заседании. В начале оперативного совещания глава Щелковского района озвучил важную для всех жителей Подмосковья новость. С 1 августа проезд на железнодорожном транспорте до Москвы станет бесплатным для нескольких льготных категорий населения, в том числе пенсионеров. Вы сами понимаете, что это достижение результатов совместной работы нашего уважаемого губернатора Андреевича Воробьева и мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича. В общей сложности права бесплатного проезда получат почти 3 миллиона человек, коллеги. Это огромная цифра, огромные деньги. Также в правительстве Московской области планируют с 1 сентября для всех жителей региона старше 60 лет сделать бесплатным проезд в Москве на общественном транспорте, метро и наземном. Обсудили на совещании важный для безопасности и благоустройства вопрос – спил сухостойных деревьев. На данный момент на территории района удалено порядка 300 деревьев, представлявших угрозу безопасности жителей. В первую очередь отрабатываем горячую линию добродел. Кроме того, есть обращения у нас и от компаний, например, от станции переливания крови, от Зубра, где не наши территории, но люди просят и тоже мы где-то идем навстречу. Новые остановочные модули появятся вдоль дорог Щелковского района. В этом году заменят павильоны в черте городских поселений в следующем – на трассах между населенными пунктами. Всего в 2018-м планируют установить 125 модулей. Это остановочный модуль типа городской центр. Представляет собой конструкцию 4 на 1 и 1 на 7 метров, высота 2,4. Предполагается он к установке в центральных частях городских поселений. И остановочный модуль типа городской стандарт. Высота его поменьше, но чуть-чуть он поуже. Предполагается к установке вне центральных частей городских поселений. Также там освещение, естественно, скамеечки, урны, видеонаблюдение. Также на совещании подвели промежуточные итоги по вводу в оборот сельхозземель. В этом году сельскохозяйственный фонд Щелковского района уже пополнили порядка 380 гектаров земельных участков. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.